Вестовка называется «Спаси этот мир на грани». Она посвящена исчезающим видам животных и хотелось, чтобы именно через искусство это было выражено. Вот эта грань, на которой мы стоим, мозаика, живопись, акварель, даже графика детская есть. Изображен тигр. Мы уже знаем, что тигры находятся на грани вымирания. Это амурский тигр. Это очень красивое животное, такое шикарное, не знаю, вальяжное. Да, очень жалко будет, что если оно пропадет, вообще спасать землю. Работа состоит из щебня, гальки, песка. В принципе, тот камень, который находится у нас под ногами. Но когда собрать узор, да, то тогда может получаться интересная вещь. Эти обезьяны, это орангутаны, они находятся сейчас под угрозой исчезновения, и их места обитания уже становятся, сокращаются, и они остались только на двух маленьких островах в Индонезии. И почему именно орангутаны? Потому что это, ну, мне хотелось представить вид, который наиболее похож к человеку. Они действительно имеют и эмоции свои, они даже пользуются орудиями какими-то труда, да, добывая там пищу, корм, они используют палочки, там, они от дождя закрываются листьями. И хотелось изобразить именно семью, именно семью, чтобы как продолжение рода. Экспозиция состоит из детских работ. Несколько арестских школ откликнулись на призыв. Скульптуры есть у нас одна, это выбеленные кораллы, то есть тоже из-за потепления климата кораллы меняют свой цвет, они становятся белыми, в общем, они погибают. То есть вся микрофлора, которая в ней живет, она погибает от изменения температур. Из России, Светлана Ива, с ее мозаикой воробей. Кстати, тоже, как бы странно это ни звучит, но это тоже уже может быть вполне исчезающим видом, потому что из-за изменения городской среды, из-за изменения архитектуры сокращаются места, где они могут жить. Бабочка — это бромея европейская, в Латвии это особо охраняемый вид, она у нас встречается, но крайне редко, но она здесь увеличена. Бабочковая серия у меня началась, когда я увидела в макро съемку крыла бабочки. А чешуйки, строение бабочки очень напоминают мозаику, камушки. Мне захотелось просто это показать в реальности, как это вот, если бы бабочку увеличить несколько раз, да, чтобы было видно ее строение, ее крылышек. За последние сто лет мы потеряли 200 видов, это только за последние сто лет. И по отчетам ученых это происходит постоянно, виды исчезают буквально каждый день. А этой выставке хотелось показать, насколько красиво то, что мы можем потерять навсегда. И вот нам осталось до этого совсем чуть-чуть.